Ребятки, всех рад видеть на канале Андрохакер. Сегодня у нас интересная тема. Значит, в настройках я всех находился сегодня в телефоне и случайным образом увидел то, что я когда-нибудь, когда-то недавно отключал на своем телефоне, но опять эти настройки были включены. Оказывается, когда Play Market, вот какое-то вы приложение скачаете, да, соответственно, Play Market имеет такое свойство обновлять эти приложения, то есть какие-то карактировки делать. Да, там YouTube, Instagram, Twitter, другие приложения, любые абсолютно, он имеет свойство обновлять. После этих обновлений, соответственно, все настройки, которые вы выключили, которые вы активировали, они вновь включаются. И таким образом мы их должны опять-таки будем в ручном режиме все отключать. Значит, убедительная просьба, что смотрите, когда вы заходите в настройки, приложение, уведомления, показать не все приложения, а вот у нас будет разрешение приложения, да, и здесь у нас будет пункт, который вы должны опять-таки пройтись и посмотреть. Кстати, после обновления своей прошивки на телефоне, да, обновления в целом в телефоне, эти обновления тоже все нужно проверять, то есть все эти настройки нужно проверять. Самое опасное это камера, местоположение и микрофон. Я первым делом всегда проверяю микрофон и был здесь удивлен, когда вот эти приложения, которые я позапрещал, вот я сегодня просто их напросто подключал, они были опять все включены. Смотрите, то есть микрофон, я к примеру не пользуюсь, да, ютубом там микрофон мне не нужен, я нажимаю запретить. И вот эти все приложения тоже пробежитесь, закройте, точно так же местоположение, зачем всем приложениям был местоположение, я тоже это все пробежался, быстренько закрыл. И вы то есть пробежитесь, потому что действительно, блин, ну как-то так, камера тоже, смотрите, 36 приложений имеет доступ к камере. Это я сегодня просто тестил, это все, зачем Gmail, Google, камера моя. Ну вот это вообще в шоке, Facebook, ну в Facebook я добавляю фотографии, да, может нужно. А вот эти все приложения, ну, Privat даже 24, там, самому зачем ему камера, то есть разрешение шафа, ну блин, я этими приложениями не пользуюсь. То есть, как видите, те активировал, а вот эти все, опять-таки, включены. Пробежитесь по вот этим настройках, что они означают, то впервые на этом ролике, кто был, то понимает, что когда у вас активирование приложения, вот эти вот, смотрите, разрешение приложений, и когда у вас камера, и там очень много приложений, они, то есть имеют полный доступ к вашей камере. Они могут зайти в галерею, они могут автоматически подключиться к фронтальной, горизонтальной камере и наблюдать. Точно так же к микрофону, они могут присоединиться к микрофону и слушать, что делается вокруг. То есть, по сути, так, да, получается. И точно так же местоположение. Знает, где ваше местоположение, где вы сейчас находитесь, возле какого магазина, вплоть до того, и чтоб вам предложить этот товар, чтоб вы пошли в этот магазин и его приобрели. Вот такая вот хитрая штука. И после обновлений, вот реально сегодня я увидел, что это все активировано вновь. Я удивился и решил вам снять этот ролик, чтобы вы это все вновь отключили, потому что нужно проверять после каждого обновления Play Market приложений вот эти вот настройки, потому что приложение обновилось, как бы и скинуло все настройки, которые мы делали ранее. Точно так же мы поменяли обновление, сделали в телефоне, и все, что мы делали, все, что мы отключали, все, что мы активировали, оно вновь отключено. Вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, этот ролик многим из вас понравится, пригодится, и вы его поддержите своим лайком. До скорого.